Впервые я поиграл в Сигналист где-то спустя неделю после его выхода. Тогда еще у игры не было никакого комьюнити, а все что я не знал это информация из рефанда на стопгеймру. Меня привлекла принадлежность к жанру сурвайвл, хоррор и визуальный стиль. Да, я люблю анимешную хуйню. И вот, с релиза прошло уже больше года, у игры появилась активная комьюнити, из-за которого игру нарекли говном про лесбух. Я просто, блять, хуею от этого комьюнити. К этому мы еще вернемся. Как я уже говорил, Сигналист это сурвайвл хоррор. Причем сурвайвл хоррор времен первых резидентов Сайлент Хиллов, блин. Так что тут нас ждет фиксированная камера, возможность переключить схему управления на Т-34 нахуй. Танк. И ограничение инвентаря в 6 слотов. С патчами, кстати, добавили возможность сделать 8 слотов. И теперь игроки, которых напрягало правило 6 на релизе, могут спокойно играть. И это замечательно. Каждый играет как хочет. Главное, не принуждайте своих друзей ставить больше слотов. Ведь если вы играете как ебучие казуалы, то это не значит, что я должен быть вонючим, ебучим, ничтожным, ущербным КАЗУАЛОМ! Я, кстати, игру на пиратке прошел два раза. Поэтому у меня даже выбора не было. Но вот, к моему 23 дню рождения, братва снабдила меня лицензионной копией данного Шпилева. Так что, всем привет! С вами я, Голубев Артем Александрович. И это обзор игры Сигналис. Начинается игра с пробуждения главной героини на неком корабле. Кто мы и что мы тут делаем, пока неизвестно. Находим фотографию некой женщины и отправляемся на ее поиски. А как известно, такие истории заканчиваются либо трагедией, либо геноцидом в испанских деревнях. Пробираясь по довольно живописным локациям, мы находим яму и, разумеется, решаем в нее спуститься. Ну, а хули бы и нет, как говорится. А после непонятного опенинга попадаем в сортир. Прямо как в Сайлент-Хилле. Сортир объекта Си-23 станции Серпинский. Данное логово лесбиянок создано для обучения он их навыкам, необходимым для служения великой нации. Великая эта нация стала, видимо, благодаря экономии на обуви. Так как у всех персонажей этой игры нет стоп. Нам же предстоит научиться выживать. Ведь все реплики в этой игре превратились в зомби ебанутых. Реплики, кстати, это чугунные тети, одной из которых мы и играем. А ищем мы гештальт офицера. Гештальты, это тоже тети, но уже не чугунные. Дальше по сюжету я вам ничего не скажу. Кроме того, что он довольно запутанный. Но даже если вы ничего не поймете, то с большой вероятностью в конце игры вам будет грустненько. Атмосфера игры в целом это полнейшая безнадега. В игре нет шуток, персонажей игры, как правило, не ждет ничего хорошего. Да и в целом непонятно, что тут реально, а что нет. Разумеется, эта атмосфера будет давить на игрока на протяжении всего прохождения. Когда гуляя по коридорам станции, вслушиваясь в каждый шорох, вы боитесь заходить в какую-либо комнату. Ведь вы понятия не имеете, что у вас там ждет. Ой, бля, да кого я обманываю? Самое страшное, что есть в игре, это сохранение. Ну, типа, камон. Какого хуя компьютер включается с таким звуком? Да если бы, блядь, мой первый комп на XP врубался с этим же звуком, то я бы, наверное, никогда не стал геймером. А может, стал бы нормальным человеком? Неожиданно это обрело смысл, знаете. А, ну и самое главное, что стоит сказать о сюжете. Говном про лесбух игру прозвали из-за двухминутной сцены в последней третьей игры. Парни, вы издеваетесь! Ну ладно, в какой-то степени могу их понять, ведь огромное влияние на наше восприятие оказывает музыка. А в данной сцене она, ну, блеклая. Ща, подберу чё-нибудь получше. Солю же, претензии к игре довольно вялые. Ну, типа, челы реально с кайфом гоняли две трети игры, и потом двухминутная сцена в последней трети испортила им всё впечатление. Чебанутые. Геймплейная игра представляет из себя что-то среднее между Резиком, Сайлент Хиллом и Metal Gear Solid, между прочим. С Резиком всё понятно, оттуда взят почти весь геймплей. Сайлент Хиллом явно вдохновлялись при дизайне врагов, некоторые треки тут на Ямоковские похожи, да и некоторые сюжетные повороты похожи на Сайлент Хилловские. Но это не важно, ведь главное, что разработчики переняли в Сайлент Хилл, это возможность пиздить ногами. А от МГС тут вид камеры и некий стелс-элемент. Если не сдавать шум, то можно спокойно ходить у зомби и яванутых за спиной. Разумеется, я могу быть неправ, и разрабы могли вдохновляться чем-то другим. По моим теориям, они даже читают книжки. Я же основываюсь лишь на своём геймерском опыте. Но не поймите меня неправильно. Разрабы не в тупую пиздили все элементы из этих игр. Напротив, они пытались добиться максимально удобного геймплея, при этом отдавая дань уважения своим вдохновителям. Так, например, камера в этой игре не фиксированная, киношная, как в Resident Evil, когда ты иногда не видишь, что происходит вообще впереди тебя, кто там нахуй прячется в темноте, блять. А она именно что изометрическая. Это делает более удобным маневрирование между противниками, допустим, и сражение с ними. А в аспекте боёвки, кстати, Сигналист уделывает и Резик, и Сайлент Хилл, блин. На самом деле, не то, чтобы это очень сложно было. По сути, Сигналист берёт боёвку Резика и добавляет туда свободное прицеливание и, эээ, возможность ходить и стрелять. Крис Редвилд, чё с ебалом? Чё с ебалом? Стрелять по тётям нам предстоит из стандартного пистолета, дробовика, сексуального револьвера, в голову, лентовки, у которой настолько мощные отдати, что одна девочка после выстрела из неё впала в кому. Э, блять! И разбудить её смог только на шатырь. А к концу игры, Эльстер находит... Хо-хо-хо-хо! Есть в игре и местный аналог гранатомёта со сменными боеприпасами. Сигнальная ракетница! Из которой можно стрелять, ну, сигнальными ракетами! И гранатами. Стоит отметить, что сигнальная ракета — это гарантированный ваншот противника без права на реабилитацию. Ведь она сжигает врага изнутри. А это единственный способ повалить чугунную тётю окончательно. Если же врага не сжечь, то он может встать в любой момент, и это создаст необходимый элемент напряжения. Когда, проходя мимо поверженного врага, вы будете смотреть на него и думать. «Не надо, тётя!» «Не надо!» «Сжигать врагов можно также и шашками с термитом, которых на игру даётся не так уж и много, Поэтому, прямо как в реальной жизни, к выбору женщины, для сожжения, нужно подходить избирательно. Блядь, чё у меня стол за хуйня скрипучая, я не понимаю, ладно. В игре, кстати, есть три босса. И они даже не ебучее говно. Первый босс это большая тётя, которую надо стрелять в ебало. Потом она будет появляться как рядовой враг. Иногда. Второй босс это... Та хуйня из Dark Souls 3. Есть два пути, как её проходить. Либо вы бегаете от него и ждёте, пока охуенная тётя перезарядит своё охуевшее ружьё. Либо... Ти чё, мало было? Добавить. Мне добавить. А третий босс... Хороший босс, фантазия на тему, если бы Тоха Проджект был игрой, а не говном ебан. Но ни одними стрелялками и лесбиянками игра может вас завлечь. Тут очень интересные головоломки. Многие из них завязаны на радио. Тут вот надо ловить частоты, чтобы подобрать код для сейфа. А вот тут надо пройтись по всем частотам, чтобы нарисовать все комбинации кнопочек в тетрадку. А затем ввести эти комбинации на дверях. Сигнались вообще очень часто заставляют вас брать карандаш и черкать заметки на листочке, что для меня огромный плюс. Кстати, радио в игре в целом является отличной находкой. Добавляет какой-то свежести в жанр что ли. Из тех survival-хорреров, которые я играл, такой механик нигде не припомню. Кстати, используется радио не только для решения головоломок, но и для битв с определенным типом противников. А именно с калибри. При встрече с ней, экран начинает косоёбить и на нем появляются частоты радио. Настраивайтесь на них и видите, кто из этих мегамозгов настоящий, ну и убиваете. Правда, если быть честным, на первом прохождении я до этого не додумался и ебашил наугад. Есть и более классические для жанра головоломки. Вот тут задача с электрощитком. Где-либо ты какие-то там паттерны заучиваешь, либо как я. Ты, конечно, наугад. Главное в гайды не лезьте. Если уж я смог пройти без них, то вы и подавно сможете. Стоит также отметить, что в игре 4 концовки, включая секретную. И все они, кроме секретной, получаются, исходя из вашего геймплейного опыта. Ну то есть да, как в Silent Hill 2. То, насколько долго вы проходите игру, насколько много убиваете врагов, насколько часто получаете по ебалу и насколько много вы говорите с NPC, влияет на то, какой финал вас ждёт. Я прошёл игру 3 раза и 2 из них получил одну и ту же концовку. Обещание. Так как проходил игру долго. Часов 9-10 где-то так. Как по мне, это самая правильная и прикольная концовка. Так что при первом прохождении советую не спешить, со всеми говорить, по ебалу получать умеренно и всех убивать. В третий раз в игре я провёл меньше 7 часов, соответственно и концовка была другая. Поговорим о визуале. Разработчикам в целом, несмотря на то, что бюджет на игру составлял, ну, одну пачку батончиков Ротфронт, удалось сделать игру с выдержанным визуальным стилем. Лоу-поле модели не суют игроку прямо в ебало, почти, а держат на удалении. А крупные планы лиц-персонары заменили на красивые иллюстрации. Стоит также отметить отсутствие озвучки. Герои игры разговаривают примерно, ну, как Санс Андертейл. И это прекрасно. Сратая озвучка а-ля Resident Evil на PS1, да, конечно, потешно и воебово, но вы тут вроде меня напугать пытаетесь, а не рассмешить, блядь. Хо-хо-хо, Крис? Ха-ха-ха, стомпи! Ха-ха-ха-ха. Роликов в игре хоть и немного, но почти каждый кадр из них можно хоть на стену вешать. Настолько они красиво и стильно сделаны. А ведь основную работу делало всего два человека. Хотя, учитывая, что у одного из них в твиттере написано Зэй, то, наверное, немного больше. Ха-ха-ха-ха. Для меня Сигнальис является показательным примером того, что даже не имея много ресурсов, можно изощриться и сделать красиво. Главное грамотно оценивать свои возможности. Разрабы вот рисовать хорошо умеют, а плохую графику прячут за стилизацией и эффектами. Музыка в этой игре есть, и она даже хорошая. В основном это, конечно, разного рода эмбиент. Иногда проскакивает классика, а иногда треки в натуре так долбят нормально. Значит, на мне запомнилось лишь несколько треков. Я в целом не особо фанат такой музыки. Я вот люблю, чтобы ебашило, как в якузе, блин, как в дебилный край, нахуй. Но также прекрасно понимаю, что в этой игре такой музыки места нет. Итак, которая есть, это, пожалуй, самый лучший вариант. Ну так а что по итогу-то? А по итогу мы получили отличную игру с охуенным геймплеем и пусть и сложным, но трогательным и интересным сюжетом, который открыт к интерпретациям. Прямо как в сал... Для ролика я прошел игру уже в третий раз, и я все еще продолжаю подмечать для себя разные интересные детали, что не может не радовать. Хотелось бы все же поговорить и о комьюнити игры. Если без шуток, то собралось очень много талантливых ребят, которые делают анимации, рисуют арты, косплеят, делают мемы и так далее. Ребята реально делают классно. Однако лично в моем инфопоисе сигналист комьюнити в основном встречает меня артами с большими титьками, анимациями с лесбиянками и несмешными шутками про... Сэзбиан Лекс. И не поверьте меня неправильно. Я человек простой, и я тоже люблю титьки. Но старайтесь что ли свои порывы сдерживать как-то, я не знаю. Я не против таких артов на специальных для того сайтах и пабликах, но чтобы прям везде. Годного контента по сигнализу реально типа куча, и среди артов тоже, даже среди тех, где целуются девочки, но пока это не скатывается в фетиш фантазии автора с синими языками, я хуй вас знает. И как бы это не то чтобы проблема, то есть такое есть в любом комьюнити, даже в каком-нибудь Сайлент Хилле можно порнухик дохуя найти. Хотя делать этого не хочется, если честно. Нихуя тебе! Но лично мне кажется, что из-за того, что именно вот такие, такой контент зафорсился вокруг игры, это отпугивает многих игроков, и на самом деле не хотелось бы, чтобы игроков это отпугивало, потому что игра реально ну охуенно, ну в душу запала, ребята, три раза прошел, но такое не всегда бывает. Короче, если вам нравятся survival horror, то играйте. Если вы не играли в survival horror, то сигнализ это, пожалуй, лучшая точка старта. А если вы ищете конкретно survival horror, ну можно сказать старые школы, да. Если хотите что-то поновее, там с более современным кеймплеем, то в ремейк второго резика поиграйте. Вот это имба, это пушечка нахуй. Ну а если что-то более классическое, то вот сигнализ, самое то для вхождения. Удобное, интересное, стильное, и очень красивая игра с крутыми головоломками, прикольным оружием и чугунными тетями. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мой ролик был для вас полезен. Надеюсь, что мой ролик вас развеселил. И до скорых встреч. Следующий ролик будет явно. Отвечаю. Всем пока.